Кандидатура в состав ТК К вашего района. Честные члены ТК 7 установили 8 предложений. В составе предложений представлены все права. На заседании рабочей группы по предварительному рассмотрению предложений кандидатуры для назначения состава ТК К, 26 октября все поступившие кандидатуры были рассмотрены. Рабочая группа проводила голосование по каждой кандидатуре и представлены в состав ТК К К. Рабочей группой принято решение предложить ТК К Кирской области в состав ТК К Башского района кандидатуры Грушкова, Слава Ивановича, Кислицына Светлана Анатольевна, Клипцова Валентина Николаевна, Одинцова Валентина Сергеевна, Амфирова Елена Владимировна, Смирнова Алексея Тихоновича, Стародукцева Светлана Алексеевна. И рабочей группой принято решение отклонить кандидатуру Валентина Антона Витальевича. В отношении кандидатуры Валентина Антона Витальевича должна напомнить членам комиссии, присутствующим членам о том, что избирательная комиссия, что на этот вопрос уже рассматривали, на предыдущем заседании комиссии. Но в качестве информации о том, что в комиссию нашу поступили заявления Антона Витальевича Долгиха документы с предложением ввести его в развитии 48 территориальных избранных комиссий кироскорбовств 47 тех от региональной общественной организации Центра правовых экспертиз и защиты прав предприятий и в дикт Первомайского районного отделения политической партии КПРФ. На заседании рабочей группы 12 октября указанный вопрос был рассмотрен. Рабочей группой было отмечено, что Долгих рекомендован Первомайским районным отделением партии КПРФ. В состав дикт Первомайского района города КПРФ КПРФ является парламентской партией, имеет реалитет при назначении в состав диктеприальных избирательных комиссий и принято было решение предложить комиссии при рассмотрении вопроса о формировании ТИК Первомайского района включить его Долгих Антону Витальевичу в состав ТИК Первомайского района и заявление Долгиха Витальевича о назначении его одновременно в состав 47 территориальной избирательной комиссии отклонить. Поэтому еще раз повторю о том, что рабочей группой принято решение предложить избирательной комиссии в состав территориальной комиссии Арбашского района предложить семь кандидатур, которые указаны в вашем проекте постановления, и отклонить кандидатуру долгих Антона Витальевича. От имени рабочих группу вношу предложение принять проект постановления, согласно которому в состав территориальной комиссии предлагаются указанные кандидатуры. Спасибо. Есть ли вопросы к Дорогичу? Нет. Светлана Валентиновна, скажите, пожалуйста, в состав территориальной избирательной комиссии Арбашского района кандидатура долгих Антона Витальевича к назначению от имени КПРФ представлены? Могу отвечать? Да, конечно, простой вопрос. Состав территориальной избирательной комиссии имени КПРФ кандидатуры долгих Антона Витальевича не представлены. Материалы есть у вас в папках. Можете этот вопрос не задавать, потому что... Я знаю, что я могу, Светлана Валентиновна, скажите... Спасибо, пожалуйста. Я задаю вопросы для протокола. Вам об этом прекрасно известно, поэтому воздержитесь от рекомендаций в мой адрес. Так вот, позвольте... Я вопросы задаю, Ирина Геннадьевна. Вы снова хотите заседание на 5 часов затянуть? Я по каждому вопросу могу... Вы не мешайте мне задавать вопросы, которые подлежат занесению в протокол, так же, как и ответы. И мы очень быстро пройдем сегодняшние 50 вопросов. Позвольте, Федор Андреевич, пожалуйста, не перебивайте. Вы дали мне... Ирина Геннадьевна, я сейчас опять буду вызывать полицию. И мы так с вами каждое заседание будем вызывать полицию. Ирина Геннадьевна, вы дали мне слово для того, чтобы я задавал вопросы. Я свой вопрос задал. Получил на него ответ. Но дополнительно к ответу я получил еще комментарий. Вы же сами все время запрещаете комментировать выступления от членов комиссии. На каком основании Самоделкина комментирует мой вопрос? Почему она решает, какие вопросы мне задавать, какие не задавать? Я сам в состоянии, как профессиональный юрист, разобраться, какие вопросы мне задавать. У меня еще есть вопросы. Ирина Геннадьевна, послушайте, а предложение еще? Ирина Геннадьевна, а предложение? Ирина Геннадьевна, а предложение? То есть вы предложение от меня отказываетесь принять? Понятно. Против, воздержавшееся, нет. А теперь ставлю на голосование. А вот что замечание поправки по проекту постановления? Нет. Пожалуйста. Я, правда, не очень понимаю, как сейчас можно вносить предложение. Например, я хочу... Вы можете не перебивать? Начнем с этого. Можете меня не перебивать? Я вам никакой вопрос не задаю. Я вношу предложение, а вы меня перебивайте. У меня есть предложение. Вы мне не даете предложение сделать? Говорите. Так вы не мешайте мне, я скажу. Так вот, я не понимаю, как сейчас можно вносить предложение по голосованию, если уже за основу принято. Тем не менее, вношу предложение не принимать данный проект постановления. Итак, кто за данные поправочков прошел и проголосовать? Против. У меня нет поправочков. Выдержавшихся? Нет. А теперь голосуем в целом. Проходим первое предложение, но тем не менее, я обязываю голосовать в целом. Голосуем. Кто за? Против. Выдержавшихся? Примерно. Принципо-неробной территориальной избирательной организации Арбашского района. Переходим по второму вопросу. Председателя территориальной избирательной комиссии Арбашского района. Пожалуйста, Дару. Уважаемые члены комиссии, рабочая группа приняла решение предложить избирательной комиссии Кировской области назначить председателем территориальной избирательной комиссии Арбашского района Одинцова Людмила Сергеевна. Людмила Сергеевна в системе избирательной комиссии работает с 2001 года, с 2010 года является заместителем председателя территориальной избирательной комиссии. Вопросы? Скажите, пожалуйста, по каким критериям предлагается кандидатура Одинцовой на назначение председателя? Пожалуйста, Материна. С учетом опыта работы, с учетом образования, кандидатура достойная. У вас есть вопросы? Да что ж такое-то, Ирина Геннадьевна, я прошу замечание объявить Самоделкиной. Почему каждый мой вопрос объявляет? Да мне-то понятно, сразу 17, как всегда, запишите. Я не понимаю, почему каждый мой вопрос вызывает комментарий со стороны секретаря. А вы позвольте предложение это вносить? Спасибо вам большое. Так вот, предложение. Федор Андреевич, не мешайте, пожалуйста, выступающим. Не мешайте, пожалуйста, выступающим. Ведете не вы. Вы давно не председатель. Не забывайте. И не я. Вы мне дали уже слово, Ирина Геннадьевна. Обращаю ваше внимание. Я говорил бы, если бы не урванцев не мешал. Я бы уже давно сказал свое предложение. Так вот, значит, вношу предложение назначить председателем территориальной избирательной комиссии Арбашского района Смирнова Алексея Тихоновича. У вас Рычкова нет сегодня? Так, все ли поняли? Всем ли поняли? Да. Так, теперь, значит, за основу голосуем, потом с учетом поступивших предложений. Те, которые... Да помолчите вы, Федор Андреевич. Не нарушайте порядок. Не голосовали сейчас. Не голосовали. Значит, сейчас сначала за основу голосуем, потом предложение Светланы Валентиновны и Галины Петровны, затем Дома Игоревича. Спасибо. Спасибо.